всем привет меня зовут олег вы на канале beer hunter как вы поняли сегодня речь пойдет о самым быстрым в мире арбалете пистолете beer hunter doom mini да многие о нем уже слышали смотрели всякие ролики но вот наконец он поступил в продажу идет он в обычной коробке но кто покупает арбалеты ради коробок давайте распакуем и соберем этот арбалет ну теперь давайте соберем и в углу будет таймер чтобы посмотрели за сколько ну насколько быстро и просто этот арбалет собирается ну вот и все всего семь болтов и арбалет собран в комплекте идут два шестигранника при том заметьте что для сборки я пользовался только одним из них второй вам пригодится только если вы захотите залезть куда-нибудь внутрь арбалета также идут три дротика самых обычных легеньких простых и три стрелы посерьезнее они сделаны из более качественного карбона и имеют металлический пенетратор а точнее алюминиевый стальной и латунный пенетратор этот куда наконечники вкручиваются то есть эти стрелы более тяжелые и при этом все еще между собой по весу отличается для того чтобы вы могли подобрать какие для ваш задач подходят лучше ну вот и все что идет в комплекте однако вы можете приобрести дополнительные аксессуары такие как чехол кастомные тетивы два различных вида приклада различные стрелы также планку вивера которая крепится вместо рукой эти который идет в комплекте на которой вы сможете повесить уже дополнительные аксессуары такие как лазерная целеуказатель фонарь или же штык нож я думаю что люди которые немножечко в арбалетной теме заметили что тут в комплектации нет святая святых всех комплектаций натяжителя все дело в том что натяжитель в этот арбалет встроен изначально и работает этот натяжитель точно так же как любой другой натяжитель у любого другого арбалета а именно позволяет взводить арбалет без перекосов сетевые при этом уменьшает силу то есть водить его достаточно легко и комфортно хотя если определяться стремя у этого арбалета тоже есть вот оно маленькое также этот натяжитель позволяет и разрядить арбалет если вдруг вам не нужно стрелять потому что напоминаю что без стрелы из арбалета стрелять нельзя а со стрелой можно мы с вами приехали в тир и наводном стадионе для того чтобы пострелять из этого арбалета посмотреть на что он способен и пострелять на точность погнали давайте собственно постреляем пристреляем этот арбалет и пока я буду пристреливать я поделюсь с вами ощущениями от стрельбы из этого арбалета только поставил прицел на этот арбалет еще ни разу не стрелял так что я не знаю куда сейчас полетит стрела но посмотрим короче беда пришла откуда не ждали и первый же выстрел обернулся потери стрелы потому что она вошла до самого конца в щит так что нам нужно нам нужно поправить прицел нам нужно поправить прицел вверх намного прям мне кажется настолько даже и влево пофигу сейчас посмотрим куда полетит вторая стрела так вот в два раза больше надо еще справить где-то так пришлось в итоге поменять чит так что продолжаем на новом щите да я думаю вы видели то что я докрутил но не до конца еще чуть-чуть надо поднять повыше и и по моему чуть-чуть вправо вот так попробуем день супер надо еще чуть-чуть так решили намазать стрелы потому что если их не смазывать их очень сложно доставать потому что они прям по самое оперение входят и давайте дальше продолжим пристрелку в принципе в пристрелке арбалета все вообще предельно просто представляете что вот эти вот штуки это шляпки от винтов и куда мы этот винт выкручиваем куда эту шляпку выдвигаем туда и стрела плетят то есть есть нам нужно чтобы стрел летели правее мы крутим против часовой то есть как будто выкручиваем отсюда винт и таким образом у нас то шляпка будет выкручиваться и стрелы вместе с ней будут лететь правее то же самое здесь если выше выкручиваем если ниже закручиваем так замечательно чуть-чуть вправо и чуть-чуть вниз ну пока могу сказать что очень приятный не скажу что у него совсем нет отдачи все-таки чувствуется мощь арбалета чувствуется как он брыкается момент выстрела но это скорее какие-то такие прикольные приятные ощущения потому что даже я не ожидал тут арбалет такого ну вот можно сказать что арбалет пристрелим вот мы и пристреляли арбалета и понадобилось мне на это буквально несколько выстрелов а это говорит о том что арбалет очень стабильный потому что когда вношу поправку я знаю куда у меня прилетит стрела у него разлета нет и мы на это посмотрим чуть позже когда будем проверять этот арбалет на точность то есть стрелять на результат а пока могу сказать что этот арбалет приятный и приклад это волшебная вещь потому что с ним стрелять гораздо проще арбалет в принципе и сам по себе полноценный и клёвый но с прикладом гораздо лучше особенно вот с этим складным потому что его можно собрать убрать и арбалет по своему размеру вообще никак не прибавляет но при этом у вас есть полноценный приклад в котором можете операции я думаю не надо объяснять что для стрельбы значит блин приклад насколько это увеличивает и комфорт и точность а на doom mini в принципе есть два вида прикладов это вот такой как был на мамбе если кто в курсе это кобра от фаб-дефенса и есть вот такой приклад который встроен в саму рукоятку и он собственно раздвижной по мне вот этот вот этот приклад он хоть не регулируется так точно как позволяет вот этот приклад но зато он совершенно не занимает место он легкий но главное то что мест не занимает и плюс к этому он длиннее для меня мне вот лично мне удобнее с более длинный приклад мне сейчас даже покажу в чем разница вот этот на максимум этот на максимум вот так вот то есть видите разница в принципе небольшая он ненамного длиннее буквально сантиметра не знаю на 5 где-то но это чувствуется с этим мне лично стрелять комфортнее планка вивера вот и на эту планку игр и соответственно можно поставить сошки можно поставить рукоять вот из которой сейчас держался можно поставить все что угодно там фонарик ножик лцу все что захотите все что вам нужно но я натираю стрелой я думаю вы догадались почему я это делаю потому что очень очень тяжело доставать стрелы и щита потому что они входят вот я не знаю видно вам как и перепомят они все вот-вот посюда входят в залоновые щиты то есть арбалет мощный на нем сейчас стоят усиленные плечи но на удивление он тихий при этом тут помещение маленькие и тут все хорошо слышно их очень большое но этот арбалет даже здесь не кажется совершенно громко он даже здесь кажется тихим это конечно здорово несмотря на брутальный внешний вид этого арбалета на него не нужно никаких разрешений про разрешение и арбалет у нас есть отдельный ролик познакомиться с ним вы можете по подсказке компания beer hunter это российская фирма занимающийся разработкой и адаптации арбалетов под российский рынок техусловия сертификаты гарантии сервис все это beer hunter поэтому если вы решитесь покупать этот арбалет то лучше это делать на сайте производителя ну а теперь давайте постреляем на точность так дистанция у нас 18 метров дистанцию с 18 метров мы арбалет уже пристреляли так что теперь давайте просто обстреляем смотрите у нас водные такие пять стрел 18 метров одна мишень или не пристреляли что-то пошло не так что-то полетело не туда давайте разбираться может быть стрела потому что это была стрела по моему с мятым оперением после того как она вошла глубоко в щит да вот это полетел туда куда мы пристреливали значит надо будет отложить просто одну стрелу так Вот так вот. так есть два отлета и три стрелы в одну точку сейчас конечно я выстрелю еще раз посмотрю вдруг это я но скорее всего это не я острец надо просто отложить стоять и падать и вот первый выстрел который пошел вам не видно вот вам первый выставил который пошел куда-то не туда вот второй третий это еще один отлёт и вот короче вот они три вместе туда же перо памята и вот эти две мы сейчас мы их пометим сейчас мы пометим в эту две стрелы и посмотрим в них и дело короче говоря вот что у нас получилось сказал сейчас помить им какие стрелы отлетают и забыл пофиг на мазюгать стрелы и давайте еще одну серию точно в цель туда же туда же сейчас посмотрим куда полетит простреленная стрела она прям с таким свистом летела ну и естественно полетела не сюда поэтому период тоже важны кстати если вы не знаете из вас тоже берем помятые я думаю все с этим сталкивались их можно просто подержать над горячим над горячей водой над паром и они выпрямятся или этим феном строительным по ним пройтись они тоже от эту сами выравниваются хоть я сам так ни разу не делал но все говорят что так важно да видимо дело было не стрелах во мне потому что сейчас у нас в стороне только одна стрела которая была с простреленным пером которая сосиском летелась остальные в кучу и я не знаю слышен вам слышен ли вам был звук сейчас от попадания но мы однозначно лишились еще одной стрелы пойдемте смотреть работает звук замечательно так дайте я вам покажу собственно что у нас тут получается раз два три 4 и он 5 внизу видите все прям в одной хорошей такой куча вот это вот с простреленным пером поэтому поэтому она и в стороне это собственно что говорит о кучности этого арбалета я думаю вопросов не осталось где-то наш выниматель ну что ж друзья на этом все надеюсь видео было полезным и интересным для вас так что покупаем арбалеты подписываемся на канал ставим лайки всем пока